Амурчан осталось 818 тысяч. Таковы данные статистики на 1 октября. За 5 лет население сократилось более чем на 50 тысяч человек. В 2010-м прогнозировалось, таких печальных показателей мы достигнем не раньше 2021 года. Зато заработки населения увеличились в два раза. Людей с доходом ниже прожиточного минимума стало на четверть меньше, хотя их по-прежнему много, почти каждый пятый. Чтобы ситуация улучшилась, для каждой сферы разработан план развития. Нужен прорыв на Дальнем Востоке не только с точки зрения того, что Дальний Восток нужен, как геополитически, потому что рядом у нас Азиатско-Техоокеанский регион, и саммит АТС показал, какое значение играет этот регион, и упустить его нельзя ни по политическим, ни по экономическим параметрам, учитывая, что наши предки его осваивали и сделали все, чтобы этот регион развивался. Одна из самых социально важных задач – искоренить очередь в детские сады окончательно к 2016 году. В области появится 8 новых школ и 12 детсадов. Отремонтируют около 60 образовательных учреждений. Между тем, за последние 5 лет в регионе стало на 53 школы меньше. Численность учителей сократилась почти на треть. Сократилось и число студентов. Число образовательных учреждений, средне-профессиональное образование, оно сократилось с 2007 по 2011 год, оно сократилось на 4. И чисто на студентов в государственных образовательных вузах высшего тоже сократилось, по сравнению было 29 до 8 тысяч, не буду акцентировать внимание, стало 27 тысяч. Это говорит о том, что студенты поступают в другие города, они не возвращаются сюда. И, наверное, правильным было бы то, что необходимо распределение студентов здесь непосредственно после окончания вуза. Что касается здравоохранения, количество больниц за последние 5 лет сократилось на 12, а больничных коек – почти на тысячу. Места будут уменьшать и дальше. Поликлиник тоже стало меньше, примерно на 60, зато выросло число врачей и медсестер. Уровень первичной заболеваемости вырос на 5%. Это объясняется тем, что медпомощь стала доступнее и внедряются современные диагностические технологии. Младенческая смертность за 4 года снизилась на треть. По числу сердечно-сосудистых, онкологических заболеваний и туберкулеза область по-прежнему занимает лидирующие позиции в России. Предполагается укрепление противотуберкулезной службы области за счет строительства диспансера в городах Благовещенск и Рачихинск. Открытие новых межмуниципальных центров в северных территориях, таких как город Тында и Зея, и совершенствование действующих в городах Белогорск, Зея, Рачихинск, Тында. Здесь будут развернуты центры амбулаторной хирургии. Капитального и текущего ремонта требуют несколько сотен учреждений культуры. В ближайшие годы запланировано строительство четырех культурных учреждений, капремонт 30, оснащение 15. В области будут построены новые стадионы и бассейны, в селах появятся тренажеры. В планах по сельскому хозяйству дальнейшее увеличение пассивных площадей, строительство четырех ферм и двух свиноводческих комплексов. Повышенное внимание планируется уделять региональным дорогам. Сейчас так называемый недоремонт превышает 80%. Сократить цифру планируется в два раза. Будет построено 50 километров новых дорог. В приоритетном порядке планируется ремонт дорог, находящихся в аварийном состоянии или неудовлетворительном состоянии, по которым осуществляется в настоящее время автобусное сообщение или проходят школьные маршруты. А также имеется предписание надзорных органов. Амбициозные планы у правительства в сфере туризма. Въездной турпоток хотят увеличить в разы. Для этого будут реализовывать несколько проектов. Это «Золотая миля» с аквапарком, ледовым дворцом и фуникулером, «Изумрудная миля» с дина и сафари-парком, «Маленькая Голландия» с постройками в европейском стиле, «Маленькая Венеция» с водным комплексом. Жилье, энергетика, торговля, производство, добыча полезных ископаемых. О развитии и перспективах этих сфер также говорится в проекте документа. В целом на финансирование программы пойдут более 800 миллиардов рублей. В результате в полтора раза должен увеличиться объем валового регионального продукта. Будет создано 25 тысяч новых рабочих мест. Значительно вырастет зарплата населения. Документ гласит, что в долгосрочной перспективе мы достигнем среднероссийского уровня развития. Виталия Храмова, Василий Пронькин, Альфа Новости.